Технопарк по Асбербанк В настоящее время компания ООСБД успешно выполняет функцию технического заказчика в портфеле компаний более 20 проектов в разных регионах России, среди которых центры обработки данных, школы программирования, многофункциональные центры, высокотехнологичные кластеры, уникальные объекты инфраструктуры. Проект Технопарк по Асбербанк является последней законченной работой легендарного архитектора Азахи Хадид, основательницы одноименного архитектурного бюро. Основной участник проекта Сбер и его дочернее и зависимое общество. Уникальность здания во многом определяется посадом. Высота здания более 50 метров. В здании будут расположены более 60 лифтов и экскалаторов. Консоли длиной более 30 метров. Особую сложность и уникальность здания формирует металлическая колонна в форме дерева, высотой 50 метров, весом более 260 тонн. У основания размер колонны более 2 метров, а железобетонная конструкция основания 4 на 4 метра. Мы используем БИМ-технологии на этапе проектирования на многих строительных проектах Сбербанка, но комплексный подход к использованию БИМ-технологии впервые прорабатываем на проекте Технопарк. Программное обеспечение Autodesk стало основой большинства проводимых пилотов на Технопарке. Организация удобной среды для коммуникации участников такого масштабного проекта стала одной из основных задач на старте проекта. Необходимо было обеспечить доступ к актуальной информации всех участников проекта, а также обеспечить качественное взаимодействие. Выбор пал на среду общих данных BIM 360 DOCS. Основные преимущества системы – это версионность, отслеживание и визуализация изменений, удобный интерфейс, обмен замечаниями в системе. Также большим плюсом, что данные из BIM 360 можно было выгрузить для дальнейшего анализа в таких инструментах, как, например, Power BI. Управление BIM-проектированием. Далее необходимо было наладить процесс управления BIM-проектированием. В первую очередь мы разработали все необходимые BIM-документы, наладили взаимодействие между участниками проекта среди общих данных. В настоящий момент проводятся регулярные проверки BIM-моделей генерального проектировщика согласно принятым BIM-регламентам. Все это позволило нам использовать BIM-модель строительства. Качественная модель рабочей документации – это основа нашей строительной модели. Управление строительством – строительная модель. Основой для строительной модели, как я сказала ранее, является модель рабочей документации. Фотограмметрия используется для обновления модели строительной площадки, бытового городка, наружных сечей, площадок, складирования. Но основной частью создания строительной модели является внесение информации, касающейся непосредственно строительства, а именно плана, факта, информации по качеству и также информация о наличии рабочей документации. Специалисты проектного офиса генподрядчика обучились REVIT и начали формировать производственную программу строительной модели. Сейчас ни одна производственная программа не обходится без наглядной схемы производственной программы, сформированной в REVIT. Контроль выполнения, внесение плана в факты. Работу над строительной моделью мы ведем в Collaborate Pro. Это позволило нам подключить всех необходимых участников к работе над моделью. План вносится в рамках формирования производственной программы инженерами календарно-сетевого планирования. Отдел ПТО вносит факт по плановым захваткам. Далее отдел ПТО уточняет факт уже по данным исполнительных схем. Когда готова исполнительная документация, инженеры стройконтроля от техзаказчика подтверждают выполнение наличия ИД. Основным вопросом в этой схеме является актуализация изменений рабочей модели в строительную, так как мы сами понимаем, что процесс строительства неизбежно ведет к изменениям в рабочей документации. Необходимо постоянно обновлять данные из рабочей модели в строительную. Контроль качества. Специалисты стройконтроля технического заказчика ведут учет конструкции с дефектом в REVIT модели. Также каждое предписание они заносят как issues с типом качества BIM 360. Это позволяет иметь систематизированный реестр с данными по предписаниям, который в дальнейшем можно анализировать в таких инструментах, как Power BI. Также на проекте у нас было несколько пилотов, посвященных цифровому стройконтролю. Первое – это лазерное сканирование. Мы сканировали конструкции по запросу от строительного контроля техзаказчика и дальше формировали картограмму отклонений и сравнение план-фактов. Еще один интересный пилот у нас был с роботом SPOT Boston Dynamics и лабораторией робототехники Сбербанка. Мы тестировали инспекцию строительной площадки с помощью робототехники. На робот был размещен как сканер, так и камера для формирования фото 360. Управление строительством цифровой репетиции. Хочется отметить, что проведение цифровых репетиций невозможно без тесного взаимодействия специалистов генподрядчика, техзаказчика, проектировщика и субподрядчиков. В этом процессе главная роль отдается все-таки генподрядчику, так как именно он является дирижером строительного процесса. Цифровые репетиции показали свою эффективность именно на проекте Технопарк ввиду сложной по-своему уникальной технологии возведения зданий. После уточнения последовательности строительства, фрагменты графика, полученного в результате цифровой репетиции, используются для уточнения графика производства работ проекта. Цифровой пост является живой строительной моделью здания с большим объемом аналитических данных, которые учитывают время, стоимость, людские ресурсы и грузоподъемные механизмы. Цифровой пост позволяет определить оптимальные сценарии строительного производства и является базисом для разработки ППР и технологических карт. Благодаря формированию строительной модели стало возможным проведение цифровых репетиций при активном участии специалистов по строительству. Цифровые репетиции позволяют определять зону ограничений и своевременно вносить изменения в проектные решения. В настоящий момент ведется работа по созданию цифрового постобъекта Технопарк. Аналитика и отчетная форма. Сегодня ни одно совещание на Технопарке не проходит без использования на нем различных визуальных отчетов, макетов и наглядок, полученных из Revit-модели. На слайде представлен макет обеспеченности СМР рабочей документации, который сотрудники биом-группы технического заказчика делают по запросу для главного инженера проекта. И в свою очередь он потом использует эту информацию на совещаниях с генеральным подрядчиком и проектировщиком. Также каждый месяц мы выполняем анализ выполнения производственной программы и также мы его делаем по Revit-модели. Переход на цифровые технологии на проект Технопарк полностью поменял привычное видение на управление строительными проектами. Инструменты BIM 360, DOCS, Collaborate Pro, Revit, Navisworks и другие продукты помогли нам провести качественный реинжиниринг существующих процессов в стадии строительства объекта и помогли выйти на новый уровень управления информацией. Мы понимаем, что такой подход к управлению нашими строительными проектами помогает нам повысить эффективность, снизить затраты и риски при реализации объектов. И в дальнейшем мы будем внедрять его на все проекты строительной вертикали СБЕРа. В заключение хотелось бы сказать, за эти два года мы добились впечатляющих результатов. На мой взгляд, наше самое главное достижение, что мы показали строителям, насколько BIM-технологии могут облегчить им жизнь. Безусловно, не всегда все шло гладко. Но в очередной раз можно убедиться, что BIM – это про взаимодействие и работу в команде. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok